Апатиты вошли в первую группу по бюджетному планированию. Решая проблему дефицита городского бюджета в 2017 году, городские власти ставят задачу продолжить жить по средствам, без привлечения кредитных ресурсов. Губернатор Марина Ковтун качество муниципального управления в Апатитах отметила высоко. Во время рабочей поездки глава региона встретилась с руководством города, посетила детский сад номер 3 и областной специализированный дом ребенка для детей с органическими, по выражениям, нервной системы. Дела делами, а обед строго по расписанию. Сегодня третий детский сад в Апатитах посещают 98 малышей, 26 из них с особенностями здоровья. Для них в учреждении работают две группы компенсирующей направленности. Образовательная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья основана на индивидуальном подходе каждому ребенку, который к концу обучения позволяет добиваться значительного прогресса и положительных результатов. Это учреждение на протяжении 20 лет успешно реализует программы инклюзивного дошкольного образования. Накопленный за эти годы опыт позволяет проводить эффективную реабилитацию и педагогическую поддержку детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата со сложным дефектом развития. В 2016 году в помещениях детского сада на средства бюджетов различных уровней в общей сумме более 3 миллионов рублей была создана доступная среда. Оборудованы пандусы, колясочная. До свидания. Очень рада мы с вами познакомимся. Еще одно учреждение, посещенное губернатором, областной специализированный дом ребенка для детей с органическими поражениями нервной системы. Он считается одним из ведущих в своей сфере. Здесь комфортабельные палаты для реабилитации с возможностью размещения родителей, бассейн, кабинеты дефектологов, психологов, залы ЛФК и массажа. Все помещения оснащены современным оборудованием, в том числе ведущих мировых производителей, коррекционно-педагогическими пособиями, добротной и удобной мебелью. С 2014 по 2016 годы высококлассную реабилитационную помощь здесь получили около 1200 детей из семей со всей Мурманской области. Очень хорошая атмосфера. Я что-то во болезни в Москве была, везде ни за что не променяю. Наш дом ребенка, никакую Москву. Завершила рабочую поездку встречи с городскими властями. В 2016 году значительные ресурсы муниципального образования при поддержке областного бюджета были направлены на улучшение качества дорог. Было отремонтировано около 6000 километров дорог местного значения. Таким образом в нормативное состояние удалось привести 87% муниципальных трасс. Практически мы сейчас решили проблему въезда со стороны аэропорта. Вот улица Строителей, победа была сделана ранее. Улица Северная, капитальный ремонт с отводом дождевых вод великолепно сейчас. Значит, путепровод, далее лесная энергетическая и поехали на Киров. Также при поддержке областного и федерального бюджетов руководство города оказало помощь в развитии бизнеса местным предпринимателям. Городские власти попросили правительству и губернатора по возможности поддержать муниципалитет в двух значимых для города проектах. Завершение ремонта Дворца культуры имени Егорова и строительстве ФОКа.